Теперь мы знаем, что на самом деле сказал, например, князь Владимир, когда только начинал эту драму под названием «Русь», он сказал, что веселье Руси есть обвал валютный, а потом второй исторический деятель сказал, что кто к нам с рублем придет, тот последняя сволочь. И очень красиво эту национальную трагедию перечеркнул сегодня или вчера Путин, сказавший, что игнорируйте вы нафиг этот валютный курс. Это позвучало очень широко, очень красиво. Можно я цитату приведу? Можно? Да, конечно, конечно. Важен не курс рубля, а его предсказуемость и стабильность. Да, и вот в этом есть такая некоторая половинчатость, потому что не испытывать этого интереса, ни малейшего интереса курса рубля, не обращать внимание на мировую валюту, это не у всех и не сразу может получиться. И тогда, наверное, надо принимать волевое решение господина Силуанова, министра финансов. Надо заменить к чертовой матери на гораздо более подходящую для нового министра финансов, на новую кандидатуру. И я бы рекомендовал на эту роль ввести Агафью Карповну к Лыкову. Лыкову? Да, она уже не только к долларам или к евро, она и к рублю не испытывает ни малейшего интереса и показывает, что настоящей россиянке никакие деньги вообще не нужны, и что ее благополучие никак не связано с курсом валют мира. Что вот землянка, четыре мешка прошлогоднего картофеля, кирзачи и пучок лучин, вот вся валюта, которая требуется. И надо сказать, что вот этим новым смелым путинским утверждением, конечно, Агафья Карповна, она лучше отвечает времени, чем Антон Германович Силуанов. И заседание Кабмина будет происходить значительно веселее, она научит этих бездельников и щипать лучину, и доит лосей, кто там, кстати, в правительстве больше всех похож на лося. А похож опять-таки Силуанов, соответственно, его там будет не хватать. И вот эта вот Агафья Лыковость, это как раз то, о чем говорит президент, потому что у этой Агафьи Лыковости есть несколько градаций, можно не интересоваться биржами, евро, долларом, развитием, другими странами, а можно не интересоваться и рублем, и это, вероятно, есть некий идеал. Потому что вот когда все аргументы исчерпаны, когда растрачены все ресурсы вранья по этому поводу, когда уже совершенно сказать нечего и не работают больше заклинания и заверения, вот тогда слово берет Путин и разрубает этот город диффузел. Я, кстати говоря, рекомендовал бы ему давать мастер-классы в медицинских вузах, потому что знаешь, что для врачей-онкологов всегда самое тяжелое. Вот они, по крайней мере, говорят, что в их профессии это самое тяжкое – оглашать пациенту или его родным его окончательный диагноз. Вот пусть учатся, в конце концов, у Путина, да, вот как и в каких выражениях нужно знакомить с диагнозом. Ни в коем случае не надо этот диагноз сообщать взволнованным, прочувствованным шепотом. Больной должен не пугаться своего диагноза, а гордиться им. И нужно этот диагноз на почетной грамоте с цветами, хор медсестер и поздравления с редким летальным диагнозом. А если, например, там врач не онколог, а травматолог, то показывая больному рентгеновские снимки, где у него оскольчатые переломы всех костей, врач должен по ломаным плечам похлопать рукой и сказать, что, в общем, ну знаешь, такая вся эта фигня, давай-ка будем это игнорировать. Ну, примерно так выглядели советы по игнорации сегодня Владимира Владимировича.